Впервые в России. Легендарный Тони Робинс. 1 сентября. Олимпийский. Мировая премьера новой программы. Тони Робинс. Коуч номер один в мире. Гуру президентов, олимпийских чемпионов и звезд Голливуда. Автор бестселлеров «Беспредельная власть» и «Разбуди в себе» Исполина. Входит в список топ-50 главных бизнес-умов планеты и в рейтинг 100 самых известных знаменитостей в мире журнала Forbes. Обретите уверенность в себе и узнайте секрет безусловного успеха. Парни, я понимаю, вы большие, тяжелые, у вас немного лишнего веса в талии, у вас широкая кость. В сегодняшнем видео я научу вас, как добавить стройности вашему стилю, как выглядеть более подтянутым, мускулистым и более мужественным. Первое правило стройного стиля – размер. Позвольте повторить. Размер. И еще раз. Размер. Знайте имя вашего портного. Все, что у вас есть, должно пройти через портного. Да, ваша повседневная рубашка, джинсы, костюмы, дорогие брюки и рубашки. Все должно быть подогнано под ваше сложное для подбора одежды тело. И если вы все подшили, но по некоторым причинам одежда все еще смотрится не очень, то, возможно, у вас проблема с пропорциями. Итак, часто проблема с воротником. Неважно, большая или маленькая рубашка, она должна быть соответствующего размера. Иногда достаточно его расправить. Но раз вы большой мужчина, вам нужен и размер воротника побольше, пропорциональный вашему телу, вашей голове, рукам и туловищу. И большинство магазинных брендов, особенно дешевых, за этим не следят. Они просто пришивают воротник одного размера ко всем вещам, что отразится на вашем внешнем виде. Вы становитесь похожим на гиганта и просто непропорциональным. Если вы это заметили, рассматривайте одежду на заказ. Второе правило стройного стиля – удлините линию ног. Если посмотреть на низкого человека и высокого, у которых туловище одного размера, мы отметим, что длина руки и ног способны сделать одного человека визуально выше, а другого ниже. И если вы это понимаете, вы сможете применить это при выборе одежды. Брюки с высокой талией были созданы для ношения подтяжек и были популярны до Второй мировой. В наши дни их очень сложно найти. Чуть ли не на заказ, но они могут помочь вам выглядеть выше. Другой вариант – просто носить ремень, соответствующий вашим брюкам. Большинство парней носят ремень, сильно контрастирующий со штанами, который как бы делит тело пополам. Вместо этого носите ремень соответствующего цвета. Будь то брюки светлого или темного цвета. Это может удлинить ваши ноги почти на 5 сантиметров. А ведь только задумайтесь, что это делает низких людей на 5 процентов выше. Третий совет – придерживайтесь темных монохромных нарядов. Итак, да, это правда. Черный, угольно-серый, темно-синий. Эти темные цвета стройнят. Опять же убедитесь, что одежда хорошо сидит. Это придает стройнящий эффект. Это оптическая эллюзия, которую вы можете использовать для своей выгоды. Четвертый совет – научитесь использовать узоры. Итак, узоры могут вам помочь, а могут навредить. Опять же задействуется оптическая эллюзия, когда мы смотрим на что-то, а наши глаза водят нас за нос. Итак, если вы добавите горизонтальные узоры, часто на свитер, поймите, что они сделают вас на видшире, что нам не поможет. Вместо этого вам нужны линии, которые идут сверху вниз. Главное, придерживайтесь маленьких узоров. Вам не нужны крупные узоры. Итак, если вы присматриваете рубашку, вам не следует покупать бенгальскую полоску. Вы можете подумать, что здесь работает пропорция, и так будет лучше. Но когда вы ее наденете, она сделает вас только шире. Что вам нужно? Мелкие повторяющиеся узоры. Как на мне. На расстоянии кажется, что она монотонная. Но если присмотреться, вы заметите очень мелкий рисунок. Это великолепно подходит крупным мужчинам. Если бы на рубашке был узор больших размеров, как крупная клетка. Как и самые разные костюмы с очень крупными узорами, они в любом случае делают человека шире. Больше. Что никак нам не подходит. Пятый пункт. Носите накладки на плечи. И я говорю не о футбольной защите. Я говорю о куртках. Кожаные куртки. Куртка-тракер. Любой пиджак усилит ваши плечи. Классический пиджак. Спортивный пиджак. Вернемся к первой аналогии. Наплечники в футболе. Вы видите 130-килограммового игрока с излишком веса. Но что делают наплечники? Из-за них он выглядит огромным. Они не выглядят полными на футбольном поле. Даже при том условии, что некоторые игроки специально поддерживают избыток веса. Смысл в том, чтобы усилить плечи. Вы будете выглядеть выше. Сделает вас стройнее. Вот к чему мы стремимся. Шестое правило стройного стиля. Задействуйте пуговицы. Итак, очевидно, на пиджаках. Я уже говорил об этом. В чем бы вы ни были, в спортивном, классическом пиджаке-блейзере, застегнитесь. Если вы в кожаной куртке, застегните молнию до груди. Это придаст вам стройности. Но это также применимо к пуговицам на брюках. И вместо того, чтобы выбирать брюки с одной пуговицей, присмотрите с двумя или тремя. Многие понятия не имеют, почему это важно. Несколько пуговиц – это точки напряжения. Поэтому не оторвутся просто так. И распределяя вес между собой, носить брюки гораздо удобнее. Тем более, и внешний вид становится опрятнее. Другое место для пуговиц – боковые заглушки. Итак, если у вас немного лишнего веса в талии, вы набрали или скинули вес, вы хорошо поели, и вам нужно расширить брюки, они вам помогут. Следующее правило стройного стиля – носите каблуки. Я говорю не о шпильках, а о ботинках. Я говорю о туфлях, на которых есть каблук. Такой каблук с легкостью добавит от 2 до 5 сантиметров к вашему росту. И что это вам даст? Вы будете стройнее. Когда вы выглядите выше, вес более равномерно распределяется по телу, и вы выглядите выше и стройнее. Далее, используйте стилевые акценты. Итак, карманные платки. Да, платки, потому что они отвлекают взгляд от области талии. Но скажем, вы захотели надеть просто рубашку. Жарко, понимаю. В таком случае наденьте рубашку с длинным рукавом и закатайте их до локтя. На большом парне это всегда будет смотреться лучше, чем рубашка с коротким рукавом. Еще добавим акцент. Вы также можете добавить грудные карманы, погоны на плечи. Вы должны использовать небольшие детали, которые помогут вам выделиться. Аксессуары тоже сработают. Если хотите, наденьте шляпу. Вы научитесь ее носить и наберетесь практики. И тогда она сделает вас выше, а следовательно и стройнее. Следующее правило стройного стиля многие могут отвергнуть, я понимаю. Выбросьте шорты. Вместо этого носите брюки из тропической шерсти. Найдите крутые чиносы. Экспериментируйте с различными цветами. Я понимаю, многие парни обожают свои шорты. Но я считаю, что они их переоценивают. Следующий совет относительно лица. Обратите внимание на волосы. Итак, если вы стрижетесь, попросите убрать больше по бокам и оставить немного больше сверху. Это добавит стройности лицу. Если этого будет недостаточно или вам хочется оставить волосы по бокам, вы можете отрастить бороду. Ухоженная длинная борода также удлинит ваше лицо. Сделает его уже. Ну что, друзья, теперь ваша очередь. Я хочу прочитать ваше мнение в комментариях. Вы согласны или нет? Что я упустил? Друзья, мне нравится учиться у вас. Вы всегда пишите так много классных советов, которые я беру на заметку. И если вы знаете большого парня, которому понадобятся эти советы, поделитесь с ним этим видео. Ставьте лайки, делитесь с друзьями. Я это очень ценю.